Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Меня спрашивают про газончик, который появился в нашем хозяйстве. Значит, у нас давно была идея, что нам нужен какой-то грузовик, который мог бы перевозить, прежде всего, зерно. Почему? Потому что есть поля, которые расположены примерно 4-5 километров от хозяйства. Если мы едем все это расстояние на тракторе с прицепом, для того, чтобы сгрузить зерно из комбайна, то получается так, что может быть момент, что комбайн стоит и ждет приезда трактора. Это, конечно, зависит от урожайности, за сколько комбайн наберет бункер. И здесь такой вопрос, что комбайн, конечно, стоять не должен, и зерно должно забираться быстро. Ну и вот для этих целей, конечно, лучше всего подходит какой-то грузовик. Потому что он может ехать по дороге со скоростью 60-70 километров в час и быстро обновляться, быстро разгружаться и приезжать, забирать опять следующую партию зерна. Вот в чем суть. Значит, если это делать на тракторе, то скорость относительно небольшая, максимум 30 километров в час с прицепом. И еще одна проблема в том, что все-таки это трактор, это сложная система, которая предназначена для более таких системных работ. Там есть и гидравлика, и сложная коробка передач и так далее. Ну, короче, гонять трактор по таким вопросам, как бы не хотелось бы лишние моточасы использовать. Поэтому вот машина для этого лучше всего подходит. Конечно, есть КамАЗы, вы скажете, все мы понимаем и все знаем, как бы. Но есть и проблемы, которые в связи с этим существуют. Например, Дима отучился на категорию С, но сдать вождение, сдать практическую часть тяжело в нашем районе. Здесь нужно ехать в другой район, искать подбор группы, чтобы подобралась группа именно на такое количество для сдачи и так далее. И вот это вот подгадать очень тяжело. Только можно это, может быть, вне сезон. Поэтому у меня, тем не менее, что я учился в военном училище, и нас учили вождению на грузовиках, на ЗИЛах. И водил я и танки, и БМП, и БТРы. То есть, фактически всегда водил грузовую технику. Тем не менее, по выпуску из военного училища нам давали права категории Б. Ну, то есть, ни туда, ни сюда, как говорится. И в результате за все это время у меня тоже не было времени заниматься и получить права категории С. Для езды возле хозяйства, вот эти 4-5 километров с полей привезти, мы, конечно, можем это все сделать здесь и без прав, и нам они не нужны. Ну, а если, конечно, ездить по дорогам и куда-то там за какими-то грузами, то, конечно, права нужны. И вот в этом тоже у нас проблема и затык. Почему мы не сильно вкладываемся в этот транспорт. Значит, этот грузовик продавался буквально в 6 километрах от нашего хозяйства. По состоянию он очень-очень неплохой, хороший. Сейчас покажу вам. Ну, кабина, понятно, она сто раз уже крашеная. Вот. Здесь все, в принципе, неплохо. Сидение какое-то слишком мягкое, надо его там поставить. Или там стоит, но он плохой, видно. Вот этот амортизатор. А так, в принципе, все хорошо. И заводится хорошо. Мотор 8-цилиндровый, бензиновый. Тот, который 511, по-моему, называется он. Карбюраторный. Ну, это как бы и хорошо, и плохо, но на самом деле ничего плохого нет. Ну, какие-то тут следы ржавчины, понятно, сколько лет в машине. Это крылья можно легко купить, даже сейчас пластиковые продаются. То есть, привезти ее в порядок. Самое главное, что у нее крепкая рама, нет никаких лопин. Работающая вполне приличная система опрокидывания кузова. Все нормально, там масло не течет. Сделали мы уплотнение бортов. Вот, видите, этим брезентом вот таким, чтобы зерно не пересыпалось. В принципе, все хорошо на ней. Вот. Ну и по документам, например, номер рамы у них наносился краской. И, естественно, сейчас эта краска уже стерлась. И это, я не знаю, как поступить. Или опять нанести номер краской и так далее. Ну, не знаю. Короче, ну и на учет мы ее ставить. Ее же надо гнать куда-то в ГАИ на осмотр. А у нас нет прав. Поэтому, не знаю. Дима рассуждал так, что поработаем сезон. И, может быть, кому-то продадим так же, как и купили, как говорится. По договору купли-продажи человек возьмет и будет ее использовать. Ну, особенно у кого есть категория С. Покупали его за 290 тысяч. Сразу скажу. Значит, ну резина неплохая, в принципе. Вот. Еще походит. Поэтому нам, для наших целей, его с головой. Ну, не знаю. Может быть, тут в соседнюю деревню как-то быстренько вывезти кому-то зерно там. Ну, это так. Мы этим не занимаемся. Вот. Резина хорошая. В последний раз я был один. Все поуезжали по всем делам. И мне надо было вывезти с поля уже. Домолотить зерно, в конце концов. Там уже этот рапс. Смесь рапса с пшеницей. И Дима мне приготовил этот грузовик. И к нему прицепил прицеп тракторную, телегу. И я в них выгрузил 3 бункера. 3 бункера, если считать по пшенице, это где-то 3,5 тонны. Вот. И... Вернее, один бункер 3,5 тонны. И в результате получилось, что я 2 бункера выгрузил в грузовик. И один бункер в прицеп. В совокупности получилось 3 бункера. 3 бункера по 3,5 тонны. Это почти 10,5 тонн. И вот на этом грузовике я поехал с поля. Ну, конечно, тронулся я на первой передаче. Выехал на дорогу. Такой подъем был. Выехал с разбегу хорошо. Машин не было по трассе. Не шли никакие. Ну, и доехал. В принципе, доехал. Конечно, такая нагрузка для него слишком большая. А так, если грузить его в кузов именно его норматив, то едет он хорошо и вполне прилично. Мотор, кстати, на Авито нашел объявление. Мотор такой, 511-й, с хранения. Новый, абсолютно. Продается за 60 тысяч рублей. То есть, в принципе, машина хорошая. Многие переставляют на них, ставят дизельные двигатели. И... Ну, D245, как правило, ставят. Вот. Там меняют передаточное число в мосту. Делают из него там какую-то гонку. Ну, я говорю, он для своих целей, этот... Более чем, как говорится, этот грузовик. Если мы же на нем... Мы на нем не собирались колымить, не собирались на нем зарабатывать. Это просто подсобная машина в хозяйстве. Вот для этих целей это вполне приличный грузовик. Вот такой вот обзорчик я вам сделаю. Ну, сейчас открою капот еще, чтобы показать вам, как там все выглядит сейчас. Ну, вот он, моторчик. Поначалу было непривычно по поводу, как управляется он, как рулится руль, как говорится, как крутится он, насколько легко. Вот. Ну, потом привыкли нормально. Можно, конечно, много чего тут делать. Я бы вот долгими зимними вечерами, я бы, конечно, с удовольствием его привел в порядок. Там не заменил крылья и поставил гидроусилитель на рулевое управление. Там, не знаю, может быть, еще что-то бы там поделал такое по мелочи. Но, как бы, опять-таки, какая цель? Вот этот вопрос самый главный. Вот. Тем более, что, опять-таки, у нас, ну, нет прав пока еще. Когда получим, тогда будем уже думать больше в его сторону. Дима говорит, надо еще один купить такой. Не знаю, есть ли смысл. Любая техника – это обслуживание, это забота. А у нас заботы есть, он куда приложить. Он коровник. Там то одно, то другое, что-то там. Ворота, там палка какая-то отвалилась. Там надо бетонировать боксы под маты. Ну, короче, работы такой хватает, чтобы заботу приложить ко всему. Вот. Тут у косилки отвалился волкообразователь один, надо заниматься. Ну, когда большое хозяйство, все равно, куда приложить руки, полно мест. Поэтому и еще добавлять себе это каждый раз, ну, немаленькие проблемы, короче. Ну, вот так. Вот такой обзор грузовичка нашего, который появился в нашем хозяйстве. Ну, всего всем доброго. До свидания.